Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить лазанью, но не привычную всем мясную, даже не рыбную, а грибную. Это очень вкусная штука и готовится она в разы быстрее мясной, просто потому что мясной соус готовится гораздо дольше, чем грибной. Приступим. Первым делом надо нарезать грибы, затем разогреть оливковое масло на сковороде и почистить несколько зубков чеснока в масло их. И сюда же грибы. Пусть обжариваются. А я займусь подготовкой молока для соуса бешамель. Его надо обязательно ароматизировать. Для этого мне понадобится зеленая часть лука-порея, немного петрушки и репчатый лук. Ароматизация молока для бешамеля – самый важный этап в приготовлении этого соуса. Им чаще всего пренебрегают, а потом удивляются, почему соус получился ну просто никакой. Что тут с грибами? Процесс идет, все отлично. Они дали сок. Нужно дождаться, когда он выкипет, затем убавлять огонь и обжаривать уже до потемнения грибов. Только тогда шампиньоны будут вкусные. У них появится такой резкий, сильный грибной аромат и вкус. Я пока нарежу тоненько белую часть лука-порея. Его тоже надо будет обжарить. У меня в лазанне будут три слоя. Слой грибов, слой лука и слой шпината. Это очень классное сочетание, отвечаю. Процесс идет, молоко надо провариться с овощами минут 20 хотя бы, так что у меня перерыв. Молоко в отличном состоянии, лук тоже готов. Можно заняться бешамелем. В сухую посудину с толстым дном отправляю муку и обжариваю ее при помешивании до легкого кремового оттенка. Мука до этого приобретает такой легкий кремовый аромат и к тому же цвет соуса будет не белый, такой немножечко более кремовый. Отлично. Теперь масло сюда сливочное. И вот только теперь частями вливаю молоко, понемногу, тщательно размешивая каждую часть. До тех пор, пока предыдущая полностью не размешалась, пока смесь полностью не стала однородной, не надо новую часть молока добавлять, иначе получите комочки в соусе. И это главный секрет приготовления бешамеля без комочков, а не все вот эти глупости насчет холодного молока в муку или наоборот горячего молока в холодную мугу. Вот так. Остается приправить соус, и он готов. Соль, черный перец и мускатный орех. Замечательно. Соус готов. Лук и грибы тоже. Шпинату нужно не больше трех-четырех минут. Обязательно немного лимонного сока для яркости вкуса. И посолить. Грибы, кстати, тоже посолить надо. Можно собирать лазанью. На дно формы немного бешамеля и дальше слои. Музыка. 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 И немного сыра сверху. Все, отправлю в духовку примерно минут на 25-30. Нагрев верхний и нижний температура 180. Очень вкусная штука. Вообще, сильно обжаренные шампиньоны великолепно сочетаются с бешамелем. Слушайте, ну просто нежнятина. Нежнятина. Обалденный вкус грибов. Обалденный вкус лука, порея, сладкого. И вот этот шпинат с кислинкой лимона. Отличное сочетание. Короче, это надо готовить и есть. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Если что-то не нравится, не стеняйся, передюжить мне дизлайк. Субтитры создавал DimaTorzok